Всем добрый вечер! На своем канале я не просто продаю предметы коллекционирования антиквариата, я еще рассказываю исторические факты. Сегодня предлагаю вашему вниманию марку 75 лет со дня рождения Григория Ивановича Котовского 1881-1925 год. Серия в обращении с 30-10-1956 года. Тираж миллион штук. Историческая справка. Григорий Иванович Котовский 12-24 июня 1881 года. 6 августа 1925 года его убили. Российский революционер. Советский военный политический деятель. Участник гражданской войны. Сделал карьеру от уголовного преступника народного Робин Гуда, благородного разбойника в Российской империи, до члена союзного Украинского и Молдавского Центрального исполнительного комитета СССР. Член Ренвоенсовета СССР. Легендарный герой советского фольклора и художественной литературы. Многие его считали самым добрым и порядочным красным командиром. Отец российского индолога Григория Григорьевича Котовского. Убит при невыясненных обстоятельствах выстрелов Мейера Зайдера. Что хотелось подчеркнуть о Котовском. Легендарная личность. В Российской империи он хорошо там гулял, кутил в Кишиневе, в Одессе. Налеты, то есть как налетчик он был такой весьма гуманный. Все его налеты были без, ну практически, ну не практически, а без убийства. То есть по-моему он там кого-то ранил, но убийства не было. Была еще, помню, такая интересная история, когда Котовского уже второй раз, еще уже при временном правительстве Керенского отправили на каторгу. Он удрал с этой каторги и умудрился, по-моему, в оперном театре, в Одесском оперном театре, умудрился продать свои кандалы и наручники. Наручники, по-моему, 70 рублей, а кандалы там что-то сколько-то тысяч. Я уже не помню, это было давно, читал за это. Дальше чем еще Котовский такой? Это сердцеед, у него множество было романов, грабил он по всей Бессарабии, Одесской области, но кутил, конечно, любил кутить в Одессе. Любил такую серьезную, любил там украшения, любил деньги, роскоши, но всегда 50% своего заработка от разбоя он делился с бедными. Из-за этого его прозвали народным Рубин Гудом. То есть такой справедливый, народ его любил. В гражданской войне он участвовал в многих таких походах интересных. Кто под его началом были, все красноармейцы его любили и уважали. Ну, сегодня еще хотел бы подчеркнуть, ну, за это можно информацию много найти в Википедии из-за Котовского. Лично мне очень нравится этот красный командир. Нравился вот еще чем, что, ну, при том, когда он в гражданскую войну, то есть он был такой корректный для военнопленных белогвардейцев, ну, ввел себя корректно и, скажем так, хоть он и был разбойником, человек интеллигентного происхождения. Ну, я хотел бы еще остановиться на убийстве Котовского. Здесь очень таких много белых пятен. Например, много версий. Одна из версий, из-за которого его убили, это из-за освобождения Бессарабия, которой он мечтал и готовился. Другая версия. Из-за денег во времена НЭП Котовский был весьма успешным и богатым руководителем. Ну, интересно, убийство произошло в одном там санатории Одесском. Жена услышала его выстрелы и выбежал на выстрелы. Уже Котовский, Григорий Иванович, лежал уже без сознания. Как выяснилось, убил его Мейер Зайдер. Мейер Зайдер, это одна из, скажем, один из помощников был Мишки Япончика. Ну, и у Котовского, по-моему, даже он был адъютантом. Почему? Многие ссылаются, что все-таки он не убивал, а взял на себя это убийство. Кто говорит, что он убивал? Но здесь вот интересный факт, который, как бы не все об этом знают. Мейеру Зайдеру дали 10 лет. На минуточку во время, ну, в эти годы, в 1925 году, за простой грабеж, такой, ну, реальный, скажем, могли расстрелять. А ему за убийство легендарного Котовского, да, он был не политический деятель, но тогда там в власти был Троцкий, Троцкий его ценил. Многие, многие политические деятели очень любили, ценили Котовского. То есть, а ему дали всего 10 лет, непонятно, да. Интересно, что из 10 лет убийца Котовского осидел только 3 года. Его выпустили за примерное поведение. Но, к сожалению, то есть, или к счастью, все-таки его убили и настигли его бойцы Котовского. То есть, и, ну, как, убийца был покаран. Но здесь непонятно, почему ему дали только 10 лет, почему ему освободили после 3 лет. Поэтому версия о том, что с убийством Котовского, убийство Котовского было связано как-то с партийным аппаратом тогда Советского Союза, ну, что-то в этом есть. Вот так. Марка, состояние марки. Марка чистая. С клеем. Кто собирает марки СССР, рекомендую. Украсить любую коллекцию. Я продаю марки на аукционах Украины. Если понравилось видео, ставьте лайк, пожалуйста, и подписывайтесь на мой канал. Всем удачных торгов на моем аукционе. Спасибо за внимание.